Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. В Кирове горят автобусы, падают сосульки, ремонт у памятника Кирову заброшен, мэр не спит, а в Кирово-Чепецке украшают поезда. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! МЧС предупредило кировчан в опасных сосульках. В городе начинается потепление. Вместе с ним будут и снегопады. На крышах домов образуется наледь, которая при плюсовых температурах может съезжать вниз. Этой зимой в России уже были зафиксированы трагические случаи, связанные с падением сосулек. Жители просят быть внимательными к снегу и наледи на крышах. Избегать мест, где они могут упасть и не ходить вплотную к стенам зданий. А также не оставлять детей в санках или колясках без присмотра рядом с опасными крышами. Управляющим компаниям напомнили об ответственности за падение снега с крыш. Глава администрации Вячеслав Симаков снова был на ночном дежурстве. После снегопада на своем автомобиле он отправился по городу. Проверял, как дорожники выполняют поручения о расчистке дорог и вывозу снега. Видео капитальную технику и техника работы от Нататара. Снеговывозки сегодня вывозим более 20 улиц в разных частях города. После снегопада подрядчики должны были почистить не только центральные улицы. Симаков проехал и по проблемным узким дорогам. Также накануне дорожникам поставили большой план по вывозу снега. Привыкзалку вывезли. Сейчас ребята готовятся переезжать на другой объект. Спасибо за обратную связь. Всю информацию прям отрабатывает. Сегодня подрядчикам нарисовали еще больше участков для вывоза снега. В список попали 40 улиц. Если кировчане не оставят на ночь на них свои автомобили, может и успеют все убрать. Эта зима, видимо, решила поставить рекорд по пожарам в автобусах. Одна за другой маршрутки загораются на месте. На этот раз пожар случился на улице по трябкой операции. Автобус номер 12 задымился и начал гореть. Спасти ситуацию успел водитель. Он выбежал к моторному отсеку с огнетушителем. Пассажиры вовремя вышли из маршрутки. Пострадавших, слава богу, нет. Напомним, что это уже третий случай за декабрь. На выходных пожар случился в автобусе на Провсоюзной. Во время движения в салоне загорелась печка. Водитель тушил огонь снегом и огнетушителем. В морозные дни кировчане наблюдали возгорание автобуса на Октябрьском проспекте. Судя по всему, городским маршруткам требуется срочное техобслуживание. Ремонт у памятника Кирову прекратился. Кировчане заметили, что на месте давно не появляются рабочие. Площадку раскопали, убрали старые плиты. Здесь должны были отремонтировать подпорные стены, заменить дорожки, обустроить клумбы, высадить голубые ели и поставить новые скамейки. На эти цели выделили 14 миллионов рублей. Но сегодня стало известно, что контракт с подрядчиком расторгли. В мэрии говорят, что сейчас готовятся к выходу на торги. Как только найдут нового подрядчика, ремонт продолжат. Закончить обещают до дня города. Город каждый год теперь будет ремонтировать детские сады на 100 миллионов рублей. Это сегодня обсудили на Гордуме, когда принимали бюджет на 2024 год. А еще впервые будут платить тренерам спортивную школу за высокие результаты воспитанников. На это выделили 7,5 миллионов. С 1 января работники дошкольных учреждений не будут платить за детсад за своих детей. На большие нацпроекты, безопасные качественные дороги, образование, жилье и городская среда, демография и экология направят больше 7 миллиардов рублей. В целом бюджет будет дефицитным. Разница между доходами и расходами 500 миллионов рублей. Депутаты выбрали нового начальника департамента образования. Отвечать за детские сады и школы теперь будет Арабелла Шарыгина. С августа 2023 года она исполняла обязанности начальника департамента. Напомним, что этот пост раньше занимал Александр Петрицкий. В мэрии сказали, что он уволился по собственному желанию. Новый начальник пообещала, что особое внимание будет уделять дефициту кадров и ситуации с комбинатом питания. Из планов повышения зарплаты сотрудникам детских садов и плавный уход от комбината питания. Нам необходимо еще проработать совместно с депутатами, с администрацией о том, чтобы повысить все-таки уровень заработной платы обслуживающему персоналу. Мы понимаем, что люди, которые работают целый день, действительно, на которых возложена такая ответственность, должны получать все-таки достойную заработную плату. Но поднимали на комиссии вопрос, это вопрос наличия средств в бюджете. Кировской энергетике исполнилось 120 лет. Больше века энергетики трудятся, чтобы в домах людей были свет и тепло. Сегодня в правительстве поздравили работников энергокомплекса. Все присутствующие в зале трудятся в любую погоду. От них зависит комфортная жизнь кировчан. За 120 лет региональная энергетика прошла большой путь. От маленьких электроустановок до первой станции общего пользования. Виктор Карцев посвятил кировской энергетике больше половины жизни. Около 45 лет он работал на теплоэлектростанции. Прошел путь от инженера турбинного цеха до генерального директора. Виктор по годам знает, как строилась самая крупная тепловая электростанция в Кирове. Первый ввод был водогрейного котла в 81-м году. В 83-м году уже была введена первая турбина 100 мегаватт и первый котел. Но дальше строилась в 88-м году, был закончен в первую очередь строительством последнего котла. Сейчас Виктор Карцев на пенсии, но в здании ТЭЦ-5 бывает регулярно, как и его коллеги. На мероприятии особые слова благодарности звучали ветеранам отрасли. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора. Отметили труды тех, кто сейчас трудится, чтобы в домах кировчан был свет, вода и тепло. Важнейшая составляющая работы нашего комплекса – это высокий профессионализм и ответственность работников данной отрасли. Именно от вашего труда напрямую зависит, как живут наши жители, как работают школы, детские сады, как у нас развивают промышленность, сельское хозяйство, ну и в целом, как развивается наш регион. Ваши знания, постоянное стремление к достижению высокой эффективности в работе способствуют успешному решению всех производственных задач. Награждали работников отрасли накануне их профессионального праздника. 22 декабря, в самый короткий световой день года, празднуют День энергетика. Алексей Жердев отметил, что в этом году энергетики в работе особенно преуспели. Летом МЧС несколько раз объявляли метеопредупреждение. В некоторых домах из-за сильных гроз пропадало электричество. Энергетики восстанавливали ресурс в коротчайшие сроки. Благодарность выразили и всему коллективу Т-Плюс. В этом году удалось заменить 100 километров тепловых сетей. На железную дорогу пришло новогоднее настроение. Поезд в Каринторф украсили разноцветными огнями. Гирлянды прикрепили на тепловоз и пассажирские вагоны. Сейчас туристический поезд курсирует по самому длинному в России узкоколейному мосту. Создавать новогоднее настроение на поезде и в депо – традиция музея железной дороги. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, как и город, такие и новости. Пусть и город новости будет в ООН. Пока-пока.